здравствуйте друзья вечерний вопросик у нас на канале где-то пару недель назад пришел здравствуйте михаил спасибо вам за видео по моему вопросу про родителей был вопрос раньше созрел еще один напомню едем по политике семья 4 человека с адвокатом уже работаем начали изучать форумы с целью найти людей которые бы помогли первое время советом подсказали где снять жилье купить авто найти работу готовы даже заплатить за информацию но было неприятно были неприятно удивлены сколько на форуме агрессивных бывших соотечественников понятно что пишут это те кто сами там безгода неделя но уже эта страна их и на их налоги все тут понаехавшие живут на их налоги дети понаехавших учатся в школе и много еще подобного негатива и главное это пишут те кто стал обладателем зеленой карты то есть те кто вообще палец о палец не ударил чтобы эмигрировать почему почему столько негатива к своим соотечественникам ведь они прекрасно понимают что не от хорошей жизни люди бегут им нужны слова поддержки вместо яда они наверное не знают сколько гринкартовцев сразу прыгают на вэлфер и сразу бегут за социальной помощью фудстэмпами а есть статистика вот некоторое время назад вот там говорили про 60 с лишним процентов сколько бегут сразу да а ведь у них есть разрешение на работу сразу же по приезду и работы полно да вот за кого должно быть стыдно ну и товарищ чё вам за них а люди убежавшие страны долгое время работают где придется по 14 16 часов живут не там где бы им хотелось тратят огромные суммы на адвоката еще много вы лишены пока ждут разрешение на работу это все правда после этого группу русскоязычного населения очень трудно назвать диаспорой ведь невозможно представить что какой-нибудь армянин или еврей написав на форум что приезжает по политике попросит помощи услышит в ответ подробно а почему нет я вас уверяю разные люди бывают наоборот будет очередь из хотящих помочь вы знаете и так так про других так кажется они говорят вот если бы вот был бы я там армянин там или еврей был бы я русский был бы я китае то тут вот это очень общее заблуждение потому что это сплоченные нации ой я вас умоляю я вас умоляю стоят за друг за другой горой нужны евреи так точно так так почему русские такие а почему русские там не русские там русскоязычный народ конечно но там из самых разных республик люди нет злые ненавидящие своих же михаил может быть вы подскажете как в этой ситуации быть таким же как мы где искать адекватных людей без короны на голове ведь это очень важно ехать туда где тебя встретят вдвоем мы бы и без всякой помощи поехали ибо руки-ноги есть и работ не боимся но когда у тебя маленькие дети на тебе груз ответственности нужны слова поддержки и советы спасибо давайте я так повспоминаю для начала немножко вообще надо сказать что форумы русскоязычные такие иммиграционные появились не безумно давно но вот самый первый на которым я зарегистрировался он тогда был практически единственным во всей этой форума сфере это был где-то где-нибудь девяносто восьмой год девяносто восьмой год и тогда может быть еще были какие-то парочку таких мелких полукоммерческих я там не знаю но в общем то вот на собственно этом форме все и кончалось и тот в основном то был не не для лотерейщиков а так как бы для разных форм но там значительную часть очень значительно доминирующую как бы системообразующую фракцию этого форума составляли люди которые ищут работу по рабочей визе искали находили вот поэтому там политическое убежище но так слабенько присутствовала green card лотерея ну как-то присутствовало вот и дальше что получается что вот эта тематика что вот есть люди полезные америке а есть люди бесполезные америке вот беженцы они бесполезны они приезжают садятся там стране на шею и тогда вот еще политического убежища вот так особо не было беженцев еще было много и вот они приезжали с такими как бы условиями лучше чем например люди которые на green card более комфортными то есть можно было тут же вызывать родственников можно было с первого дня пойти на вэлфер там на всякие программы и так далее никто тебе при этом не скажет что ты кому-то чего-то должен или ты обещал на них не садиться на эти программы и так далее в общем и вот они там как бы говорили вот есть люди полезные америке но это они вот они приехали на работу вот они работают они налоги платят а вот есть какие то которые значит там сидят на белферах и значит там никакой пользы нет даже вот например я помню там была одна тетка у нее сын учился в на казенный счет естественно американский в каком-то там не знаю там за трапезном университет и не только он учился но и жена его тоже на них вдвоем и вот она такая была гордая что вот ее сын пользу приносит ну или потом принесет вот то есть у нее совершенно не было ощущения что она допустим за чужой счет там вот какие-то налогоплательщики или откуда-то взялись деньги у нее даже мысли такой не было но на при этом вот рассуждала что есть вот всякие там ненужные люди давно может быть паразиты на теле америке это логика людей как вам сказать не избавившихся или там не сильно ушедших от философии рабской понимаете вы же все-таки с вами приехали из страны где свободного человека не было в истории ну то есть может быть когда то там до монгола татар там это я не знаю чего было до монгола татар но но что было потом мы все знаем вот и казалось бы там после революции там было сколько-то лет и и но недолго там лет 15 я и опять по лагерям по тюрьмам там по я не знаю по душегубкам вот и вот так вот и по уничтожали физически тех кто вообще в состоянии там как-то по-человечески жить по-человечески мыслить поэтому вы когда смотрите старые фотографии вы там видите людей которых больше их нет больше посмотрите фотографии там скажем дореволюционные вот посмотрите на этих людей на их лица их нет больше понимаете это россия которую мы потеряли вот осталось то что осталось и вот эти пережитки рабские они присутствуют человеке ты можешь его перенести в там в америку ну и ну и чего дальше но он еще не освоился он не стал свободным человеком у него появились вот эти понты которые у него там были дешевые вот они у него и есть вот теперь у них как бы есть еще особая гордость они говорят люди которые идут на политическое убежище ну или беженцы в старом исполнении неважно они это люди которые все врут их никто никогда не притеснял никто никогда не притеснял баптистов или пятидесятников никто никогда не притеснял евреев я вот когда начинаю рассказывать мне год все ерунда все в радио вот мы 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 все знаем никогда ничего такого не было что еще вот короче они все врут вот для того чтобы получить политическую бирже человек идет и врет вот они это твердо знают значит ну и дальше получается такая штука они честные они там в очередях стояли они там по нескольку лет в лотерею играли они да там ведь не только люди которые только что приехали там ведь на самом деле гораздо больше на порядке больше людей которые еще не приехали никуда на форум поэтому они тоже возмущаются идет я честный вот я все легитимно делаю а эти пошли и набрали то что это нелегкие путь и так далее так далее это отдельная история но они вот идут вот таким путем и вот они гордые дальше конечно ну конечно весь этот пафос улетучивается мгновенно когда выясняется значит что львиная доля из них самолета упаковывается на вэлфер но вот конкретно этот человек который там был вот он значит вот он такой честно он типа никогда не был на вэлфере а также на форуме был один который не буду так пальцем тыкать но он там из контекста там совершенно четко это видно но он приезжает куда-то и с гордостью рассказывает какой большой герой как он приехал какой хороший штат в котором он живет и вот там замечательные программы для детей и дальше подробно так описывает все бенефиты вэлфера а и не говорит что вэлфер вот а потом начинает еще там другие люди восхитившись этим делом начинают туда к нему ехать он такой большой герой он всех осчастливил вообще и он их там на вэлфер и вот с самолета и со всеми делами он там сколько их оприходовал туда причем в такое время когда экономик хорош когда работы полно когда все замечательно поэтому ну конечно вопрос еще вот чем вы когда ищите людей на форумах вы тоже должны уметь делать то что вы делаете еще всякая вещь чтобы ее хорошо сделать требует квалификации определенные вы пришли на форум вы на этом форуме хотите найти людей живущих где-то но я не знаю допустим сакраменто или там в чикаго или в майами значит вы идете в ту в тот раздел форума где географически тусуется именно эти люди и начинаете читать не надо ничего писать вы внимательно внимательно читаете то что люди пишут об этих местах вы задаете какие-то вопросы если у вас есть реально какие-то вопросы об этих местах вы можете этим людям в личку написать не говоря еще им как вы едете когда вы едете чего вы едете можно сказать я собираюсь там туда сюда планируем вот дальше одно дело вы пришли на форум и он публично показывает какой большой герой а тот который на самом деле мог бы вам что-то написать он и не хочет даже он может быть и не читал этого ничего вот но вы смотрите видите там людей которые вам симпатичны понимаете вы не можете писать в толпу потому что толпа в целом не есть хорошее место вот значит вы пишите людям которые вам симпатичны там и говорите вот там типа ну вот хотел бы там навести мосты там контакты туда сюда вот ну и так скажем ищем людей там для совместного там общения там детки у кого и так далее вот это слово за словом но если вы будете в тему писать и вот это бросать на на тысячу человек которые это прочитают найдется два десятка кретинов которые будут там кидаться дерьмом и вам будет казаться что вот вся тысяча это кретины нет их их мало кретинов но они яркие они заметны и они шумны и они всюду это самое как бы но демонстрирует свой кретинизм уже они так бы сидели тихо дабы они не могут поэтому вы подставляетесь под это дело по неопытности по неумению как бы использоваться форумами как ресурсом они вас там чего-то как-то я не знаю там обозвали чего-то такое сказали усомнились вашей порядочности так и тогда ну какое вам дело но но в конце концов ну да ради бога вот я несколько раз говорил я я повторю если бы сейчас иисус появился вот он пришел бы сейчас искала вы ребята я обратно сейчас все наладим вы писаете сколько народу кричали бы что жулик проходимец он вообще не иисус подскажи вообще не было никогда еще чего-то церкви разве церкви нужен иисус вот вот священнослужителям нужен иисус а вы даже не иисус вы просто человек там с какими-то интересами и вот и какая-то там такая толпа вас заругает у нас какой-то знакомый есть а студент у меня есть из сирии он рассказывает что в сирии есть какая-то христианская конфессия там ну или там маленькая группа и у них там храм какой-то есть и вот там круглосуточно дежурит человек с кинжалом у входа в храм и значит они считают так что если появится кто-то утверждающий что иисус то он непременно должен в этот храм прийти и вот этот человек с ножом должен его убить потому что настоящий иисус никогда не появится вот например так вот придете как я иисус его раз и зарезали поэтому да расслабьтесь чего вам до этих людей они вам не нужны вы им не нужны это наплевать и забыть вы по каким-то вот немногочисленным там чувачкам судите о какой-то большущей группе людей и так далее значит вы говорите вот какие-то там значит народы они значит там друг за друга держатся какие-то нет я вас умоляю я если не стоит вопрос что там скажем евреев надо убивать всех всех сразу вы не увидите чтобы евреи все значит там как-то собрались им и выступали с единой позиции такого еще никогда не был наоборот было а вот так нет поэтому я вот я вам скажу если если надо просто не что до всех русских убивать вы видите какое будет единство даже не надо уж так значит в практическом плане наплевать и забыть у вас своя жизнь у них своя вы в своей жизни за них не отвечаете они своей жизни за вас не отвечают хотите кого-то найти найдите но но с умом вот собственно и все вы видите у нас на канале каких-то людей из каких-то мест я не знаю вы можете им написать вы можете сказать какие места вас там конкретно интересуют или там какие-то вопросы написать я кого-то позову он ответит из этих из этих конкретно мест я могу в скайпе с ним интервью сделать меня с удовольствием но например вот у нас и у нас есть такой канал пожалуйста я не думаю что вы куда-то хотите поехать где например нет какого-нибудь блогера нормального сейчас такое количество блогеров симпатичнейших честнейших добра намереннейших господи боже мой вот вот абсолютно любое место что тебе техас что сиэтл что там лос-анджелес что нью-йорк там и так далее полно народу господи боже мой вот и как бы есть такие маленькие комьюнити с которой уже вот не не форумного такого плана а например ютюбного а есть еще фейсбук вот представьте себе что на фейсбуке в одноклассниках и вконтакте есть многотысячные группы наших соотечественников многотысячные региональные вот допустим есть там в каждом из трех да есть группа там сам франциско есть группа кремниевая долина там тысячи людей в каждой из них почитайте но почитайте что люди пишут войдите в группу но в конце концов если они только местных принимают там создайте еще один аккаунт скажите что вы местные ну что что делать я не знаю придумать вот хотя может быть принимают вливайтесь вот в эти группы и читайте и общайтесь с людьми и находите себе близких по интересам и так далее форум это далеко не единственная форма формы были и 15 лет назад там и не знаю почти 20 вот почти 20 лет назад 18 лет назад я впервые в таком форуме стал участвовать я там был может быть каким-то 450 вот так зарегистрированным участником то есть он может быть еще год был там до моего прихода но так много всего если вы будете тратить силы на переживания по поводу каких-то странных людей так у вас сил не останется поэтому на дело не останется поэтому ну что то вы сделали поняли что вы сделали что то не так что сделали не так может быть вы вообще не в то место пришли может быть вы пришли может быть в то место но обратились публично к группе вместо того чтобы обратиться в личные переписки там кому-то конкретно и не ограничивайте себя вот этим вот там форму да ради бога я вас уверяю что людей приехавших по беженской визе которые совершенно нормально к вам отнесутся в этом смысле вот существенно больше чем те кто выиграл там лотерею гринкард ну существенно и они гораздо раньше приехали они гораздо лучше устроены и гораздо больше информации у них есть в крайнем случае если уж мы так прямо как группу всех их дисквалифицировали кто там в лотерею играл но ради бога но есть гораздо большая группа таких же как вы которые там по политике шли ничего страшного то есть я бы я бы не стал так сильно переживать и я бы не стал так эмоционально к этому относиться потому что человек эмоционален по природе это правда но значит ли это что мы должны свои эмоции расходовать на какую-то помойку нам эмоции для хорошего дела нужны с другой стороны я думаю что наверное все не так страшно человек просто как бы столкнулся с чем-то и его зацепило но ничего вырабатываете толстокожесть чё же вот вы приедете там вам полгода здесь жить ходить работу искать у вас разрешение нет вам благодарить как а вы без разрешения дорожного послушайте ну правда ничего страшного значит пережили пошли дальше у вас есть дело дело хорошее вы его делаете как это наступил там на какашку отрихнулся пошел дальше какашка обязательно будет какашки нет только когда человек не идет никуда вот тогда у него проблемы и закрою тогда у него проблема а когда он идет когда у него есть цель там какая-то я вам скажу если цель светлая высокая замечательная цель пока до нее доберешься весь в дерьме будешь а разве есть так чтобы что-то такое большое красивое светлое и чтобы так чистенько пришел так стериль неньким таким шел шел стериль неньким и пришел стериль неньким и тебе сертификат с подписью там президента действующего сказать добро пожаловать товарищ нет такого поэтому да и не надо но в конце концов вы и без этого справитесь я думаю поэтому чем все хорошо фокус есть задача есть и решаем свою задачу а если там что-то ну стряхнул себя и пошел дальше даже не думать и имейте ввиду этого будет еще много это же не то что вот жил человек жил и вдруг там на него птичка кокнула мать и он весь переживает там и птичка и тигр там и олень и люди вокруг кидаются и там еще что-то ничего страшно одно из моих первых впечатлений в соединенных штатах было мы пошли в зоопарк в сан-франциско мы тогда жили в городе пошли в зоопарк и там мартышка одна была очень знаменитая она занималась тем что она сидит так на бетонном таком парапетике туда я извиняюсь наделает и так сидит вроде а потом неожиданно так разворачивается с дикой скоростью хватает это бах и в народ который там вокруг а народ как бы ждет все знают и все стоят и ждут вот сделает ли она это снова и она как бы отрабатывает свою эту роль так сядет там наделает немножко подвинется туда-сюда так вроде смотрит почесалась и вдруг так стремительно жах и в толпу давайте животное а тоже понимает вот поэтому ах тут люди ну что же вы хотите вот так что все хорошо счастливо